Музыка Лишь бы не было войны О том, что нет ничего ценнее мирной жизни, знают все россияне Старшее поколение, жизнь которого пришлась на годы лихолетия Знают по многочисленным рассказам, воспоминаниям, исповедям Об ужасах войны, дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной И людей, что работали в тылу Эту простую истину нет ничего ценнее жизни Под мирным небом на мирной земле ныне живущие впитали с молоком матери И кто бы мог подумать, что вновь война подкрадется так близко А ее жертвами станут многие-многие мирные люди Семья Половянка, четыре человека, приехала в Саянск из Полтавы Оставили дом и все нажитое имущество С собой взяли только самое необходимое Спасались от войны Промедление в условиях гражданской войны Смерти подобно делится Ольга Ивановна Когда нет сил ждать и бояться Появляются силы, чтобы бороться за свою жизнь Хуже еще делается, оно не в лучшую сторону Люди уже боятся даже выйти на улицу Даже в тот магазин сходить они боятся Потому что ты можешь идти, тебя могут убить Вот эта бомбежка упадет и все, тебя убьют Дочка моя из Киева выезжала с вот такими пистолетами, с автоматами, с дубинками стоят, заходят в автобус и не знают, что с тобой будет дальше Ты вот выйдешь на улицу и ты не знаешь, что с тобой будет А вы сами сталкивались с этими вот людьми? С оружием, допустим, или нет? Ну не с оружием, ну как, у нас возле администрации было это Ну не по городу, а вот именно возле администрации Там у нас тоже было И сейчас там стоят люди, требуют свою зарплату, требуют работу Танки у нас тоже там стоят Ну по городу, конечно, ну таких, чтобы жертв у нас еще не было Как в Киеве И вот в Славянске там вообще война идет Ну а в Киеве же на Маньдане там людей уже сколько погибло Даже и траур был Обосновалась семья беженцев у родственницы Галины Половенко У маленькой квартирки Саянского общежития Галина Георгиевна, много в жизни повидавшая Когда началась Великая Отечественная война и не было 10 лет Трудности переносит стойко и с оптимизмом Конечно, небольшой пенсии в 10 тысяч рублей хватает не на многое Но, как говорится, и не такие беды переносили, выстоим Уже невыносимо Столько люди там переживают Убийства, расстрелы И детей убивают И стариков убивают всех На улицу выйти нельзя В подвалы прячутся Прямо вот Закрыли больницу И убивают, и воруют И все, что хочешь Ничего там хорошего нет Жить сейчас там невозможно Дом оставили В дому все у них, конечно, было И холодильник дорогой И плитка вот такая хорошая была Ну, вообще вся обстановка Оставили дом, сели и поехали Да, жили неплохо Бишь бы спастись, да? Да Ну, а сейчас все так бегут С чем? Что только можешь взять с собой документы Если есть деньги Ну, и переодеться А больше ничего не возьмешь Причин становления военного конфликта Называют несколько Это и раскол между Западом И Востоком Украины Восток в течение долгого времени Имел возможность Успешно развиваться В составе Российской империи А затем Советского Союза Сохраняя свою культурную автономию И язык и традиции В то же время Запад Вынужден был защищаться От попыток ассимиляции Со стороны этнического большинства государств В составе которых В течение долгого времени Находились западноукраинские земли В результате в Западной Украине Сформировалась философия Агрессивного национализма Нетерпимого к взаимодействию На своей территории С любыми другими этносами Вторая причина Отсутствие на Украине Объединяющей силы А также поддержка Радикальных сил В планах радикалов Масштабная украинизация Востока страны Которая затронет Не только пророссийски настроенных Украинцев Но и этнических русских В которой в стране Проживает более 10 миллионов И конечно не стоит Списываться счетов Внешнее давление Евросоюз и Россия Все сильнее разогревают Котел внутриукраинских противоречий Который может взорваться В любой момент Сегодня на Украине Берут верх эмоций А не здравый смысл В этих условиях Для того, чтобы скатиться К междоусобице Достаточно одного выстрела Или даже одного выкрика Это невестка моя Я у них жила Три месяца Там в Полтаве Там также Митинги вот эти Собираются Все Вот невестка Проработала Пять месяцев Зарплаты И никакой не дали Так и расчеты Не дали Так и не уехали У меня что Было с собой Сбережение Какое Я их забрала И сюда Приехала Вместе с ними Ну что там Там-то Вот эта Порошенко Он вообще Продался Это Америки Вот И все Он сказал Будем ведь И добивать Пока мы не займемся Вроде как Это украинская земля Но сейчас Земля Это всех Там украинцы живут Там и русские живут Вот Но они вот Аж хотят Просто они Порошенко Продался Америке Прядался И все это делает То, чтобы Америка Чтобы пошла Туда Вот Не то что Вот Все спирает На Россию Уберите Свои танки И наш Значит Путина И фашистом Называет И всяко Но он Как выступает И говорит Что у нас Ничего там нет Я сама знаю Что там Ничего нет Другие Говорят Украинцы Что Если бы нам Говорят Это у Путина Сюда Он бы Тут порядки Навел Ну не все Одинаково Но вообще-то Которые живут И все Считают Что это все Несправедливо И неправильно Потому что Всех убивают И стреляют И все Что хочешь Военные действия При которых Гибнет мирное Население Сегодня ведутся В Донецкой области Луганский Словенский В регионах Где относительно Спокойно Нет работы Нет средств К существованию Потому люди Стараются Перебраться Из Украины В Россию Там нету работы Работаешь Так просто Зарплату Не платят По полгода Там жизнь На выживание Просто Нету работы Нету зарплаты Вот живешь У кого пенсионер Вот тот и живет И чтобы Выехать оттуда Тоже все проверяют Билетов нет И боишься Вот так Даже едете В поезде Даже если Ты не понравишься Они могут высадить В любой момент На любой станции И все Ну я имею в виду На границе На украинской На русской границе Во многих городах России Сегодня работают Пункты приема беженцев Людям помогают С размещением Питанием Оказывают Медицинскую помощь И прочее Саянский Семья Половенко Семья Украинских Беженцев Пока первая Столкнулись они С немалыми Трудностями И надеются На помощь горожан Предпринимателей И конечно властей Люди Езжают в Россию Убегают Убегают Уходят Из Украины Потому что Там нету жизни Сын у меня Инвалид Детство Он с одной почки У меня и та Но жизнь у него Можно сказать На грани На волоске И мы там Обследовались В Киеве Институт урологии Его закрыли Потому что Там были русские врачи И не все Уехали оттуда Институт этот Закрыли И теперь Мы же приехали Сюда Чтобы Мы уже где-то Там На обследование Чтобы Не тянули С нас денег Потому что Пошла оформлять Медкомиссию Уже 5 тысяч Я потратила На эту Медкомиссию Чтобы устроиться На работу Нужна Медкомиссия Нужна Прописка Для прописки Нужна Медкомиссия Это все Платно Там цены Такие Сношебательные Думали Может тут Сразу Помогут Чем-то Хотя бы Жильем Вот сразу Так Чтобы мы Нашли Работу А оказывается Чтобы найти Работу Нужна Сначала Прописка И Медкомиссия А так Ничего Не дают По словам Главного врача Саенско-городской Больницы Василия Тележкина Медицинская помощь Приезжим Будет оказана В полном объеме Еще предстоит Семье Половенко Получить полисы Обязательно Медицинского страхования Квартира Расположенная В микрорайоне Молодежная Будет готова К проживанию Месяца Через два Пока там Ведется ремонт Основная проблема Нехватка средств К существованию Делятся эти люди Знаем Что Саенско-администрация Обратилась к Саенсам С просьбой Помочь беженцам Жильем Надеемся Люди не останутся Равнодушны К чужой беде У меня тоже Брат живет В Мелитополе Запорожской области Слышали такой город Мелитополь Ну тоже может А там тоже Военное положение Там вот этот Аэродром Джанкой Там его уже взяли Брат У меня тут Там тоже Люди боятся На улицу выходить Тоже говорит Что надо Что-то делать Потому что Страшно на улицу Выходить уже То есть надо уезжать Да Тоже работы нету Профессии Ну Одни олигархи Олигархи Бизнесмены Вот это все Обхватили Кругом И все Вот это так По профессии Ольга Ивановна Повар-кондитер И ее муж-строитель Дочь Художник-дизайнер Беседуешь с людьми Пережившими Личную трагедию Они вынуждены Были покинуть Насиженные места И свой дом Их будущее Туманно И не определено И понимаешь Какое-то действительно Счастье Спокойно жить Работать Строить планы На дальнейшее Вот уж действительно Все познается В сравнении И остается Лишь надеяться На мудрость Политиков На то и уповаем Редактор субтитров А.Семкин